здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала мы продолжаем прохождение игрушечки the longest journey бесконечное путешествие и мы почти почти добрались до города алатинов да собственно вот один из них оттуда дует ветерок из этого пролома идет довольно сильный сквозняк встречные потоки да это хорошо крылатые существо гибрид летучей мыши и птеродактиля наверное это аллатин вид у него довольно воинственный не поможете перейти ты человек а человеков мы в деревню не пускаем если ты торговец скажи где твой корабль и мы пришлем своих торговцев чтобы вы обменялись товарами у меня нет корабля и я не торговец я пришла поговорить с правителями простите но человеком в деревню входа нет но строение у них архитектура такая да очень сильно похоже на архитектуру народов майя да каких-то индейцев чили да что то такое ну в общем можно и так сказать я торговец где стоит твой корабль в кокосовой роще нет тут никакой кокосовой рощи я не торговец а просто друга латинского народа мы тебя не знаем нельзя дружить с теми с кем не знаком впервые вижу неглупого стражника поэтому так просто мы видим и мимо него не пройдем разве у вас нет пророчества они знакомки которая придет без корабля и без всего такого не знаю я никаких пророчеств человек может какие-нибудь все же знаете мы незнакомцам этого не рассказываем что там наверху а латинская деревня тома а где находится а латинская деревня тома а вверх по дороге и вулкан ухты не опасно ли жить в вулкане а вулкан не извергался тысячу лет и наш бог хранит нас мы здесь безопасности как еще можно попасть в этот вулкан никак тут единственный проход думаю где-нибудь есть пещера а в ней тайный вход вулкан нету ничего бросьте всегда из тайной ходы а здесь нет вы прямо таки уверены что потайной пещеры нет человек ты болтаешь больше пьяного а латина спасибо вы очень любезны не за что давай уходи ну можно ему попробовать талисман показать в принципе давайте почему нет нет не катит ладно поднять ветер магия невидимости нет смысла перелететь или поднять ветер перелететь не хочет нам помогать мы сами переберемся ой фу меня сейчас вырвет какая мерзость какое странное ощущение я стала совсем легкой дома я бы заработала на этом кучу денег ухты я лечу нет этот ветерок мою тушку не поднимет ухты я лечу нет этот ветерок мою тушку не поднимет а так понял а так пожалуй приберегу это сквозняк ну вот зелье кончилось вот это да ты перелетела через пропасть ты бескрылая но летаешь как алатин да я и сама офигела так ты ветровей да уж а кто это о нем у нас есть пророчество ну ясно эти пророчества меня преследуют говорят что однажды придет не алатин но он будет также парить в воздухе он выучит наши сказания он принесет с собой ветер и наступят новые счастливые времена и все знаете я уже начала забывать какой простой была моя жизнь семья друзья школа парни никаких пророчеств и никого не надо спасать я не понимаю тебя ветровей тебе надо поговорить со сказительницей в городе уверен она захочет на тебя взглянуть мы уже очень давно ждем ветровее то есть вы меня пустите спасибо нет это тебе спасибо очень неразговорчивые по большому счету эти алатин и как-то и знаете что я заметил большинстве своем все пророчества до как-то интересно одинаково построить и то есть придет кто-то сделает что-то и всем будет счастье счастье радость радостью банду там будет куча корма у алатинов ветер у этих там мои рубов тепло и так далее тому подобное то есть как и в большинстве своем никто не хочет ничего делать все ждут что кто-то придет и что-то сделает за них это печально старичок наверное вообще-то они все морщинистые здравствуйте добрый день незнакомка что тебе понадобилось от алатинов нужно поговорить с сказительницей со сказительницей тогда иди в город и увидишь там замок сказительница живет в башне она уже старая и не любит солнечный свет ну хорошо маленькая латиночка а это у них волосы или рога и вот не совсем понимаю потому что для ребенка у него слишком крутые рога по идее не должны быть больше с возрастом или что-нибудь типа того привет чего делаешь играю да а во что него что мой папа страж замка ему разрешают точить зубы правда а мой папа фермер и у вас там звери есть да у нас там коровы лошадки а что такое коровы и лошадки ну коровы такие большие толстые коричневые у них четыре ноги и белые пятнышки они говорят а лошадки лошадки очень забавные они быстро бегают они очень красивые но лучше всего то что на них можно кататься я тоже быстро бегаю налетать пока не могу у меня крылья пока не выросли но когда вырастут я улечу далеко далеко и все увижу и даже лошадок вот здорово я кстати эйприл а тебя как зовут сайена а ты будешь со мной дружить конечно сайена только если ты со мной будешь обещаю ты знаешь где живет сказительница там в башне мой папа там охраняет вход поэтому войти туда могут только хорошие люди как думаешь он меня пустит не знаю если ты хорошая туда но ты лучше его спроси а в вашей деревне есть еще дети они в школе а ты почему не в школе а потому что мне с ними скучно я просто очень умная кроме меня ни один ребенок еще не выучил сказку поэтому мне разрешили несколько дня не ходить только мне тут не очень то весело я хочу назад в школу там можно петь играть и скакать с остальными а тут я совсем одна так почему же ты не идешь в школу они говорят что я буду отвлекать детей которые еще не выучили сказки так не честно хорошо конечно делать то что хочешь но я не люблю быть все время одна а моя мама дома лепит горшки она меня прогнала не хочет чтобы я и мешала а то она может сделать что-нибудь не так но послезавтра я снова пойду в школу потому что у нас будут уроки летания мне нравятся такие уроки там так весело у меня хорошо получается я почти умею летать молодец жаль что у меня крыльев нет да без крыльев ты летать не сможешь ну увидимся саяна ты уходишь да извини просто у меня кое-какие дела у взрослых вечно дело прямо ставим младенца ладно что тут еще есть это видимо ее мама которая делает горшки осторожнее не подходи близко я сейчас закончу простите ты за горшками не думала что к нам ходят торговцы нет я пришла поговорить со сказительницей правда не знала что сказительница говорит с чужеземцами должно быть ты особенная наверное кстати меня зовут эйприл а я неема и стаамы единственная латинской деревни на алоисе красивые горшки ремесло моего народа керамика и рассказы но одними рассказами сыт не будешь я знаю многих людей которые этим зарабатывают хотя они это делают по-другому им повезло впрочем мне нравится делать горшки нравится чувствовать мокрую глину и придавать ей форму это почти как создавать новую жизнь хотя не знаю мужа у меня пока нет так что я еще не пробовала а у тебя есть муж дети слава богу нет я еще к этому не готова знаешь этой весной мне исполнилось 18 мне кажется я уже готова к замужеству но пока никто не заставил меня парить на крыльях здесь все такие скучные а знаешь стражника на дороге у деревни как он тебе а а а и сам он красивый у него большие крылья но по моему я ему не нравлюсь он на меня внимание не обращает это еще ничего не значит может он стесняется а может быть ты с ним поговоришь только не говори что это я просила хорошо я поговорю спасибо эйприл спасибо не ема не за что мы тут уже и подружками обзаводимся друзья ну очень странно получается смотрите они в принципе ну понятно что они лепят горшки летают и сочиняют сказание или хранят сказание не знаю получается очень интересно сказание не создают да но страж на входе нам сказал что они не делятся ими с посторонними это очень как-то подозрительно и странно тогда зачем они и второй момент который я так заметил пока вот играл постройки выглядят очень древними да словно развалины вообще какие то да и вот как допустим она гнездо вот это вот прицеплено да но не специальное место под гнездо просто где можно было зацепиться там и сделали да вот из пальм видимо и складывается такое ощущение что алатины не строят свои города то есть такое чувство что вот это место было построено кем-то до них да но они просто как бы пришли сюда и живут видимо так зачем он залез туда стой кто идет меня зовут эйприл и что тебе нужно от сказительницы человек не знаю но мне нужно поговорить с кем-нибудь кто тут у вас самый главный сказительница не станет говорить с чужаками как ты вообще сюда попала наверно мои женские чары помогли со мной они не сработают человек уходи из нашей деревни и иди на свой корабль стой кто идет каталог косметики видите ли я ветровей ветровей что правда а кто еще смог бы сюда влезть да я ветровей представьте себе ну если так ты должна доказать что ты из-за латинов ты должна знать наизусть четыре сказания из четырех уголков мира это сказание ветра сказание звезд сказание моря и сказание возвращения девочка какой то рассказ знает по каждому сказанию я задам тебе один вопрос если ты впрямь ветровей то на все вопросы ответишь верно ты готова извините мне нужно подготовиться тогда возвращайся потом я проверю как ты знаешь сказания я смогу просто пройти стой кто идет ну что ты готова отвечать на вопросы извините тогда нет так мы не пройдем но я как минимум четырех алатинов уже встретил и скорее всего каждый из них знает про про сказания давайте послушаем попробуем привет Ниема привет Эйприл ты знаешь сказание ветров звезд моря или возвращения да сказание возвращения я знаю к сожалению горшки у меня получается лучше чем сказки расскажи мне хорошо это сказание возвращения и я рассказываю его своими собственными словами как услышал от своего учителя а тот от своего морон был красивым и латином с сильными крыльями и твердым клювом он жил под белыми утесами где вода особенно солона и обильно рыбой морон был помолвлен с анарой самой прекрасной девушкой на свете она была верной стройной высокой а глаза ее были голубы как море но морон не спешил брать анару в жены и дарить ей детей он всегда находил предлог чтобы подождать еще немного анара была прекрасным горшочником но лучше всего она умела рассказывать сказки сказительница той деревни хотела чтобы анара стала ее ученицей а потом и новой сказительницей но анара отказалась ведь тогда она не смогла бы выйти замуж за морона потому что сказительницам нельзя заводить детей ее отказ был неслыханной дерзостью разве отказываются от такой чести но для анары была важнее любовь к морону но морон все еще колебался и однажды он сказал анаре я отправляюсь в паломничество к далеким берегам пока я буду в пути согласно нашим традициям я буду свободен от нашей помолвки лишь когда я вернусь узы ее вновь возобновятся в этом не было ничего странного молодые латины нередко отправлялись в паломничество разрывая на это время помолвку с возлюбленными но сердце анары было разбито она то надеялась что морон скоро женится на ней она заплакала и морон сказал не плачь когда я вернусь мы поженимся обещаю только дождись меня лепи горшки и время пройдет быстрее и с этими словами морон улетел к далеким берегам прошло много лет морон пережил удивительные приключения но однажды его охватила тоска по дому и по анаре он понял что любит ее и хочет на ней жениться но когда он вернулся то не нашел анару среди гончаров ее родные сказали что анара ждала много лет но потом все же согласилась пойти ученики сказительницы и что прошлой зимой старая сказительница встретила свой последний ветер и анара стала новой сказительницей морон негодуя отправился в гнездо сказительницы увидел там анару и сказал ей ты обещала дождаться меня но анара не сказала ни слова она лишь повернулась взяла непонятный сверток и протянула морону внутри лежал старый горшок расколотый надвое что это за горшок спросил он и почему ты не дождалась меня как обещала анара помолчала потом произнесла когда ты уехал дорогой морон я сделала для тебя этот горшок я хотела подарить его тебе на нашу свадьбу но прошло много-много лет и я поняла что ты не любишь меня так как я тебя и ждать твоей любви безумие но я хочу жениться на тебе вскричал морон я вернулся но анара лишь кивнула на разбитый горшок в руках морона и сказала если оставить сердце без ухода оно разобьется как и старый горшок а разбитое сердце не собрать заново леонара отвернулась от морона и больше никогда не говорила с ним и сердце морона как глиня на черепок разбилось надвое потому что разлука делает сердце хрупким это было сказание возвращения я рассказала его своими словами как рассказывал мне мой учитель и как я расскажу своему ученику пока не ема до свидания эйприл да слушайте ну интересная история интересная прям символично так хорошо девочка поведай и ты мне что-нибудь привет сайена привет эйприл ты знаешь сказание ветров звезд море или возвращение да а моя мама рассказывала мне сказку про звезды хочешь я тебе ее расскажу конечно сайена мне очень хочется послушать ладно вот моя сказка сказание звезд я расскажу ее тебе своими словами как мне говорил мой учитель это у них видимо обязательная форма в маленькой деревне джиджи у грохочущих холмов унуин жила была девочка по имени мана она была очень любопытная и все время мешала взрослым и латином они говорили иди играй в другое место но мана не хотела играть с детьми она хотела все время быть со взрослыми смотреть что они делают и учиться делать так же но однажды маме маны нажаловались гончары и стражники и торговцы и солдаты прямо весь народ и мама сказала чтобы мана больше никогда не лезла ко взрослым мама велела ей идти играть с другими детьми или сидеть и рисовать или лепить из глины но мана была слишком любопытная и раз ко взрослым ей подходить запретили то она решила пойти в лес он рос прямо за деревней джиджей ей всегда запрещали ходить туда потому что там было опасно но мана была такая любопытная что все равно взяла и пошла в лес она не хотела уходить далеко но потом увидела белую пушистую птичку которая порхала в траве мана захотела поймать птичку и поспешила за ней птичка улетела в лес и мана побежала следом она не смотрела куда бежит а хотела только поймать птичку принести ее домой и заботиться о ней но потом птичка спряталась в норку в земле и мана увидела что стоит она на маленькой полянке где-то посреди леса она очень устала бегая за птичкой а когда осмотрелась то увидела лишь незнакомые деревья и цветы и поняла что заблудилась ведь она же не смотрела куда бежит она не в первый раз попадала в беду из-за любопытства но такого с ней никогда не было она еще не умела летать и не знала куда идти к тому же она очень устала от погони и у нее кружилась голова стала темнеть а мана была совсем одна в дремучем опасном лесу ей было страшно и хотелось спать поэтому она свернулась клубочком под деревом закуталась в свои крылья и заплакала что скоро стало совсем темно и где-то неподалеку завыли волки мана так испугалась что просто окаменела от страха но через некоторое время усталость дала о себе знать и и мана уснула она проснулась от того что услышала голос зовущий ее откуда-то сверху мана посмотрела в звездное небо и увидела духов пяти сказителей которые смотрели на нее из-за своего любопытства ты заблудилась сказал один ты потерялась так тебе и надо сказал второй бедная девочка сказал третий мы тебе поможем сказал четвертый но запомни сказал пятый дух мы отведем тебя домой к маме если ты пообещаешь нам одну вещь обещаю сказала мана чтобы вы не просили я все сделаю хорошо сказал первый дух ты должна сложить сказку об этой ночи и назвать ее сказанием звезд эта сказка будет предостерегать любопытных и учить их осторожности продолжал второй дух и они не попадут в беду и молвил третий дух она напомнит алатином что духи их сказители следят за ними и помогают в беде и пять духов сказителей провели манау через лес и к утру она была дома и манаа рассказала сказание звезд всем в деревне и все запомнили что любопытным следует быть осторожными и что духи сказителей всегда смотрят за ними это была моя сказка сказание звезд и я рассказала ее своими словами как велел меня учитель это очень красивая сказка саена спасибо пока саена ты опять уходишь посиди тут со мной извини саена мне надо идти да друзья будем наверное заканчивать на этом серии продолжение послушаем уже следующих спасибо вам за внимание подписывайтесь комментируйте оставляйте ваши оценочки и до новых встреч пока до новых встреч